Молитва на очищение жилища Быстрый переход к молитвам Жилища человека – очень важное место, в которое нам суждено, а самое главное – хочется возвращаться всегда. Мы можем быть бесконечно далеко, но мы вспоминаем о нем с теплом и радостью. Жилью нужна надежная защита на всех уровнях, замки и сигнализации на дверях, но также важно защитить дом и его обитателей от вмешательства негативно настроенных бесплодных сущностей. Мы часто просим у Бога помощи и заступления в жизненных трудностях различными словами, а для соблюдения дома в чистоте есть специальные молитвы для очищения дома. Молитва для очищения дома, как и молитва для очищения квартиры, вид жилья значения не имеет, сильная защита стен дома и людей, в них проживающих от всякого зла и скверны. Стоя перед иконой со свечой и искренностью в сердце и душе, мы смиренно просим Бога войти не только под кровь нашего сердца, но и поселиться под кровом нашим в самом прямом смысле. Молитва для очищения дома, тебе, Богу и Творцу моему, в Троице Святей, Славимому Отцу и Сыну и Святому Духу, поклоняюся. И вручаю душу и тело мое и молюсь от имя благословит и мя помилуй и от всякого мирского, дьявольского и телесного зла избави. И дожди в мире без греха прейти, денься и в славу Твою и во спасение души моей я. Аминь. Молитва для очищения дома в руце Твоего превеликого милосердия, о Боже мой, вручаю душу. И тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моя, движение. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и часа с дыханием моего, представление мое, упокоение души и тела моего. Ты же опримила сердце Божье всего мира грехами непреодолеваемой благости и излобия. Господи, мини, пачи всех человеков грешней шава, прими в руце защищение Твоего и избави от всякого зла, очисти многое множество беззаконий моих, подашь все справление злому и окаинному. Моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чем же, когда прогниваю Твое человеколюбие, им же покрывай. Немощь мою от бесов, страсти и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе пристанищу моему и желание моих краю. Даруй мне кончину христианскую, непостадну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на страшном Твоем суде милостив рабу Твоему буди. И пречти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю вовеки. Аминь. Читать далее. Молитва для очищения дома. Слава Тебе, Царю, Боже Вседержителю и же Божественным Твоим о человеколюбном промыслом сподобил. Мя еси, грешного и недостойного от сна встать и получите в ход святаго дома Твоего. Прими, Господи, и глаз моления моего. Я кожа святых и умных Твоих сил и благоволи сердцем чистым и духом смиренным приноситесь и Тебе хвалу от скверных устин моих, яко да яс. Общник буду мудрым девом со светлой свящей души моей я и славлю Тя во Отце и Дусе славе мага Бога Слова. Аминь. Читать далее. Как читать молитвы? Строго говоря, очистить жилище простому человеку не под силу. Неизвестно, что за люди жили там до вас и что за сущности там обитают незримо до сих пор. Начав самонадеянно изгонять их с насиженного места, можно заработать на свою голову такие приключения, которых не пожелаешь самому злейшему своему врагу и не вообразишь даже в ночном кошмаре. Для очищения и взаимодействия с жилищем нужен большой духовный опыт и внутренняя сила. Чаще всего используют обряды очищения квартиры православная церемония, которая проводится священником в присутствии их хозяев дома. Хозяева должны внимательно слушать батюшку, вникать в смысл произносимых слов, молиться искренне и горячо о даровании дому мира и благополучия. В дальнейшем нужно поддерживать эффект полученный от освящения. Для этого рекомендуют различные способы, но главный из них – жизнь в духе православного христианства, подчинение всех своих стремлений и мысли учению и заповедом Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия. Живите как настоящий христианин, будьте верны его велениям, строите семью, любите и уважайте всех ее членов, воспитывайте детей. И ваша жизнь в освященной квартире будет налажена прекрасно. Можно время от времени, спросив на это благословение у священника, окроплять квартиру святой водой, читая молитвы дополнительно. Защищать душу, свое жилище и пребывающих в немецком. Как сделать молитву эффективной? Основной критерий эффективности молитвы – ее искренность. Если вы верите в Господа, Его Пресвятую Матери всех святых, просите смело о вхождении и пребывании их под кровом вашего жилища. О здоровье и счастье, благополучии всех Его жильцов и гостей, и Господь не обойдет вас своей милостью и присутствием. Вера – вот основной двигатель, локомотив любого общения с Господом. Он обещает нам иметь веру с горчичное зерно и повели горе перейти с места на место, и она исполнит твои слова. Сложно верить настолько искренне, человек грешен и подвержен сомнению и искушению. Но есть способ, применяя который, можно применять для искреннего и правдивого общения со Христом. «Верую, Господи, помоги моему неверию», – ответил благочестивый муж на вопрос Христа о вере его. Этот человек просил Иисуса исцелить его тяжелобольную дочь и произнес эту формулу, которая стала символом смирения и упования на помощь благого и милосердного Бога. Так и мы, вслед за этим отцом больного ребенка, во всякой потребности должны просить его прежде вхождения в наше жилище, о даровании нам веры. Видео – молитва для очищения дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова